Сравните, пожалуйста, понятия и их применения в социалистическом государстве и в капиталистических странах. Патент, изобретение, рационализаторское предложение, интеллектуальная собственность, ноу-хау, бизнес, секрет, гостайна, особенности юридического использования этих понятий в социалистической стране при сосуществовании и борьбе в мире двух систем – социалистической и капиталистической. Значит, из всех тут обозначенных вопросов можно сказать, что такое серьезное отличие или различие есть – это различие в отношении к собственности. Собственность, по Марксу, это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Поэтому никакой интеллектуальной собственности нету, никаких, соответственно, при социализме ограничений, ну, кроме как связанных с борьбой с противоположной социально-экономической системой, никаких ограничений для распространения идей нет. Потому что вот если я вам передал идею, она у меня осталась или нет? Вот если я вам передал пирожок, у меня был пирожок, я его отдал, у меня его нет. Собственность перешла от меня к другому. А если у меня есть идея, от того, что я эту идею рассказал, обнародовал, она куда делась? Ну, а вот то, что вы на этом не сможете зарабатывать? А я на этом и не должен зарабатывать. Я вообще должен сказать, что меня содержит общество. Если я представитель интеллигенции, то я, по крайней мере, как интеллигент понимаю, что я жареных рябчиков не создаю. И сколько бы я не был представителем науки и доктором наук, никогда еще не было, чтобы у меня изо рта жареные рябчики выскакивали. Поэтому надо понимать, что интеллигенция содержится рабочим классом. Она содержится рабочим классом и в капиталистическом обществе. Но там сначала продукт делится между рабочими и капиталистами, а потом происходит вторичное перераспределение. Значит, в театр пошли. Пошли рабочие, они заплатили часть зарплаты. Значит, часть продукта, на который они могли рассчитывать, ушла к тем, кто, значит, сделал концерт или там программу определенную. Значит, буржуазия занимает хорошие места, более дорогие, но она тем самым отдает часть материальных благ. Куда? Ну, тем, кто организовывает. И мы знаем, что, например, в сфере шоу-бизнеса люди, которые не создают вообще никаких материальных продуктов, получают иногда больше доходов, чем отдельные капиталисты. Поэтому интеллектуальная собственность к этому не имеет в ровном счетах никакого отношения. А что касается патент, это некоторый документ, который фиксирует, кто сделал это открытие, изобретение и так далее, чтобы было известно, кто это сделал. Чтобы можно было либо на социалистических началах поощрять. Вот запатентовали, признали вашу идею, значит, чтобы никто потом не говорил, что это он сделал. А государство запатентовало, то есть, подтвердило, что это вот изобретение и мерек такого-то. При капитализме тем более. Там все дело, так сказать, речь идет о деньгах, а не столько как об изобретении. А изобретение, оно как бы на втором плане. А главное дело, что можно сделать деньги. Поэтому тем более оно этим занимается. Ну, как вы понимаете, это вот вы спрашиваете различия между социалистическим государством и капиталистическим. Конечно, если был бы полный коммунизм и не было бы государства, никаких этих вот ограничений для движения идей, конечно, не могло быть. Ну, как может быть? Я же вот, если я что-то, какую-то идею рассказал, что она от меня ушла, или я не способен еще никакой идеи больше создать. То есть, я хочу просто на старые идеи, которые у меня было жить, вот у нас... Написать 10 песен. У нас, в нашей системе, где я работаю, у нас вообще считается, что для того, чтобы человек продолжал быть профессором на кафедре, он должен опубликовать новые научные работы, а не сидеть на каких-то старых работах, которые раньше, в прошлые времена он написал или создал. Поэтому даже и вот вся моя организация, даже сейчас, в буржуазном обществе российском, она все равно этому противостоит. То есть, ты должен двигаться вперед, а не продавать то, что ты когда-то сделал. И, так сказать, стать как бы паразитом в известном смысле. То есть, что-то ты сделал один раз для общества, и только вот за счет этого дальше уже, так сказать, собираешь купюры и делаешь. Вот в этом и разница. А в буржуазном обществе на этом все построено. Не важно, что вы делаете, это может быть вообще никчемная вещь, вообще никому не нужная. В этом смысле реклама, в отличие от пропаганды. Пропаганда – это хорошо, если пропагандируется что-то хорошее, это замечательно. А рекламируется? А рекламировать можно любую дрянь, и никаких ограничений на рекламу, то есть на обман? Нет. То есть, можно написать, что это все там всем помогает, все делает, все улучшает и так далее. То есть, реклама, она построена в значительной степени на лжи. Потому что она, как мода, кричащая, вызывающая, раздражающая, как говорил Гегель. Поэтому надо различать между пропагандой и рекламой. У меня в связи с этим два вопроса, таких в дополнение к этому. Первое. Чебурашка. Да. Мультик, персонаж был создан в советское время. Да. Всем за это заплатили. Да. И художникам, и автору Чебурашки, и все остальное. Они за это получили все деньги, получали сколько было положено в СССР. Сейчас в СССР нет. Да. А тот, кто его придумал, его взял и приватизировал. Да. Потому что он его создатель. Он почему-то забыл, что ему за это было уже заплачено, и что было заплачено из общенародных денег. А это означает, что принадлежит всем. Обществу. Обществу. Вот, как бы, что делать, вот, как вот говорить вот таким людям, потому что они сейчас продали это все дело в Японию, еще куда-то. Я думаю, вы понимаете, что он какому обществу-то он принадлежал? Социалистическому. Да. Вот эти граждане, новоявленные капиталисты, которые ничего не создали, ничего не сделали. Я не имею в виду тех капиталистов, которые еще развивают производство. Такие есть. А вот эти вот такие шустрые люди, которые говорят, нет же сейчас социалистического общества. Это принадлежало социалистическому. Что у нас капиталистическое? Давай теперь я побегу и на себя зарегистрирую. Позволяет это буржуазная общество? Позволяет. Почему? Потому что оно вообще построено на частной собственности. Чем занимался Чубайс и Гайдар, и Ельцин? Тем, чтобы что угодно делать, лишь бы только списать с государства и записать на кого-нибудь. И поэтому появились всякого рода записи. Эти записи под видом, так сказать, что это вот он создатель уже бренда и так далее. А то было, и это касается и некоторые советские песни, уже нельзя исполнять, не заплатив и так далее. То есть, на самом деле, жулики обыкновенные, паразиты. Паразиты – это кто такой? Это тот, кто живет чужим трудом. Паразиты. Используют возможности, которые предоставили на буржуазной власть для того, чтобы паразитировать на теле народа. И паразитируют. Поэтому первое, что делает советская власть, она уберет этот паразитизм. А эти самые паразиты, никто их не будет трогать. Такой был хороший лозунг – кто не работает, тот не ест. Можешь и не работать, но есть не будешь. Ну, а дальше это дело твое. Если с первым вопросом достаточно, в общем-то, все очевидно, то вот со вторым для многих людей не очевидно, которое я хочу сейчас задать. В том плане, что есть человек, он что-то придумал. Допустим, он сам это придумал. Сейчас уже при капитализме. И вот он за это получает бонусы, статус, зарплату и прочее. А получается, что человек, который при социализме что-то придумал, он в каком-то, с точки зрения мещанского обывателя, проигрыши находятся относительно того, кто живет на Западе. Ну, там, посмотрите на Ростроповича и его супругу. Что они, так сказать, не имели, в кавычках, в СССР. И когда они эмигрировали на Запад, что они там получили, сколько они там ног заработали. Потом, ах, какие хорошие, вернули, значит, все эти деньги в матушку Россию в каком-то виде. Вот, как бы, вот что этим людям говорить и как эту информацию переваривать? Значит, надо еще раз вернуться к основам. Есть производство материальных благ. Материальные блага, так сказать, это вечные условия человеческого существования. Потому что для того, чтобы заниматься наукой, культурой, искусством, надо есть, бить и одеваться. Так, вот этим занимается рабочий класс. Значит, рабочий класс содержит и при капитализме всех лиц умственного труда, и при социализме. Ничего тут в этом никакой разницы нет. Другое дело, что, значит, при социализме условия, как выяснилось теперь, вот вы-то про Ростроповича, про некоторых других, но, наверное, вы знаете, что в музыкальной сфере все знают, что если это люди из советской школы музыкальной, это продвинутые, высокий уровень. А если это не советская школа, в которой было не так, что вот я буду вас учить, если вы деньги мне дадите, вот вы способны, или сына ваша буду учить, он талантливый, но давайте много денег. А если у вас нет много денег, ну, тогда изведите, я с вами заниматься не буду. С кем занимались в Советском Союзе? В Советском Союзе занимались с теми, у кого детьми, у кого есть талант. И кого продвигали? Тех, у кого есть способности, без всяких различий. Ни нации, ни класс, ни слой, ничего не было. И мы знаем, сколько певцов вышло, скажем, Борис Штоколов тот же самый. Вдруг обнаружил один очень умный генерал, когда Штоколов был в армии, что он тут здорово поет в самодеятельности. Он говорит, какая самодеятельность? Все, заканчиваем армию и отправляю срочно заниматься в консерватории. То есть в Советском Союзе при социализме стремились развивать таланты. Не по принципу, кого есть деньги, а кто больше может обществу дать. И обществу и мировой культуре. Но это касалось и науки. Ну, скажем, что может сказать, скажем, академик сегодняшний? В академии было право, получив бюджет от государства, то есть деньги, материальные блага. Материальные блага двух родов. И на жизнь, предмет употребления, и на то, чтобы делать все необходимые опыты, оборудование и так далее. И здания, и сооружения, и синхрофазотроны, и циклотроны, и так далее. Все, что нужно было для развития науки, все это обеспечивалось. Кто этим распоряжался? При социализме этим распоряжался тот, кто в этом больше всего понимает. Это были ученые, Академия наук. И Академия наук уделялся бюджет. А сейчас Академия наук сначала придумали такую организацию, как ФАНО, Федеральное агентство научных образований, но с характерным названием. И вот эта ФАНО решала вопрос, кому что дать, который не понимает. Один кандидат наук это возглавлял. И вот это ФАНО. А теперь Министерство науки и образования. Но Министерство науки и образования разве сравнимо с Академией наук? А Академия наук хотят превратить в клуб ученых, и превратили во многом. И максимум, о чем удалось договориться нынешнему президенту, с президентом страны, что ученые могут составлять прогнозы развития. Не планы, а у нас есть закон о стратегическом плане, а прогнозы. А какой прогноз? Вот мы сегодня обсуждаем вопрос. Знаете, какая ситуация в экономике? Какой прогноз? Что мы катимся в пропасть. Какой может прогноз? Как у нас нулевой. Если мы катимся, это у вас на словах нулевой рост. А мы знаем по статистике, что у нас реальное содержание заработной платы наших трудящихся подряд 5 лет понижается. Понижается. Поэтому, если ученые будут делать прогноз, то какой будет прогноз? Жизнь наша будет все хуже и хуже и хуже. Какой еще может быть прогноз? План может быть на улучшение, то тогда он требует другого. Если мы возьмем сферу образования, в Советском Союзе были специалисты. Вот скажем, вы, наверное, специалисты, я специалист по образованию, вот я специалист, математик, имел право преподавать, имею право преподавать и сейчас математику. А теперь кого выпускают наши вузы и университеты? Ну, в некоторых местах, скажем, в физико-техническом университете есть еще специалисты. И в политехническом некоторые специальности там есть специалисты, а так бакалавры. То есть учат не 5 лет, а 4 года и выходят недоучки. А раз они недоучки, то они уже не могут в вузах работать. Поэтому работодатели, те, которые могут принимать выпускников бакалавриата, это школы. Так что для школ педагогические вузы достаточно дают учителей. Или, может быть, наоборот, мы стали мелкими группами учить, по 5 человек в классе, тогда да. То есть, а у кого есть деньги, время, или даже есть деньги на то, чтобы содержать еще 2 года, не один год, пятый, а пятый и шестой теперь, чтобы получить такое же право, какое имели специалисты, пожалуйста, давайте платите деньги и работайте. То есть, люди, которые работают в науке, люди, которые работают в образовании, все знают. Хуже стало. В культуре тоже все знают. В библиотеке хуже все стало. В библиотеке, я вам напомню, как было в Санкт-Петербурге, Ленинграде. В Санкт-Петербурге такого не было. На Невском, где Анечков, мост, в воскресенье, с утра, в 9 утра стояла очередь до Невского. И люди туда зашли, как только ее открыли, и так там могли целый день сидеть и работать. Достали, это тоже не быстро, выбрать. Там можно было пообедать и заниматься. А сейчас как библиотеки, ровно, с 12 часов. Ну что такое 12 часов? Ни то, ни сё. С утра ты чем-то должен заниматься другим. Тут ты пришел сюда, только разложился, закрывается это всё. То есть всё, условия для людей умственного труда во всех отношениях ухудшились. Во всех отношениях ухудшились. Поэтому, ну возьмите вы медицину, то же самое. Инженеров из людей не считают. Вот только брокеры, да маклеры, да брокеры, да брокеры. Вот эти люди сами. Если вернуться к вопросу, правильно я понял, то, что ключевым моментом для людей интеллектуального труда является понятие благодарности? Ключевым моментом для людей интеллектуального труда является продвижение какой-то его идеи, его плана или проекта в обществе, в жизни. То есть самое большое счастье имеет человек, когда он видит плоды своего творчества реализованными в обществе. Он знает, что его наука не выброшена. Но многие считают, что должна быть очень большая финансовая составляющая. Финансовая составляющая была очень большая. И никакие деньги не ограничивались. Если нужно было что-то великое и большое создать. Ну, в космос. У нас же полетел человек первый, не в Америке. И спутник у нас был первый. И водородную бомбу, кстати, тоже создали первый в Советском Союзе. Но на это выделяли средства. И люди там действительно развивались, как ученые. И это касалось культуры. Для культуры, науки, медицины средств не жалели. То есть для действительно образованного человека, для интеллигента, для культурного, который... Ну, если культурный человек, он кто это такой? Это, ну, можно сказать, человек, который привык свои силы тратить на благо всего общества. А тот человек, который думает, сколько я получу, это человек ущербный. Потому что получать он должен по принципу, сколько общество даст и может. Потому что если он живет в более бедной России, чем в Соединенных Штатах Америки, он должен понимать, что, скажем, ученый в более бедной России, наверное, будет получать немножко поменьше, чем ученый в более богатой Америке. Вот я к этому не веду. Это во-первых. Во-вторых, значит, во-вторых, если это управленцы, которые у нас получают очень много, вот в Думе сидят, получают 400 тысяч думцы. И рвутся туда, и вот этот весь, сейчас шум такой был большой по поводу продвижения в какую-нибудь даже маленькую Думу, там, московскую, или еще куда-нибудь. Такой страшный шум и гамма строит. А зачем они туда пробиваются? Что там они нам сделали? Вот что сделали нам депутаты Думы, когда решался вопрос пенсионный. Они взяли и проголосовали за ухудшение положения, за то, чтобы у каждого отнять по 14 тысяч за каждый месяц в течение 5 лет. Это 840 тысяч рублей. И мы понимаем, что они проголосовали за то, чтобы люди... Если раньше у нас 10% женщин не доживало до пенсии и 20% мужчин, то теперь, по прогнозам, 20% женщин не будет не доживать до пенсии и 40% мужчин. И колоссальная экономия. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, означает, что отношение к народу со стороны управленцев, не такое, что управленцы слуги народные, а народ чувствует себя слугами этих управленцев. Значит, у Ленина как ставился вопрос? Ставился вопрос о том, в государстве революции, что надо жаловать. Там не говорилось о зарплате. Все управленцы должны получать жалование. Что такое жалование? А что пожалует народ? Вот если вы хорошо управляете, вам народ больше пожалует. Еще лучше, может и больше пожаловать. И что означает это жалование? Надо установить парк максимум, писал Ленин, как главные условия борьбы с бюрократизмом и кариализмом особенно. Это означает, что вы будете заинтересованы в том, чтобы жизнь народа улучшалась. Если у народа зарплата выросла, значит, у вас зарплата тоже вырастет. Насколько? Ну, вот Ленин такой критерий поставил. Жалование управленцев на уровень средней зарплаты хорошего рабочего. Ну, все, вот, так сказать, хотите повысить, работайте на благо общества, на благо страны, на благо развития народа. И у вас будет расти зарплата. А вы хотите, чтобы у вас зарплата выросла, а народ прозябал бы в нищете, в бескультуре и в темноте. Это противоречит самому понятию интеллигента. Интеллигент, интеллигент, вот если, скажем, для рабочего критерий такой, это средний рабочий, вот он, представитель рабочего. А интеллигент носитель знания. А если человек продается, торгует знанием, это не интеллигент, а торгаш. Вот только у него товар другой, он в виде товара использует то, продукты интеллектуального труда. Что делать тогда с такими людьми? Почему? Потому что, ну, можно не только интеллигентов привести в пример. Сейчас. А футболист, он говорит, ну, я бегаю там до 40 лет, потом у меня куча травм, я инвалид, ни на что не годен, так я зарабатываю на то, что потом лечиться буду хотя бы. И вон там в НХЛ на Западе миллионы получают, а я тут нищен. Марат Сергеевич, это неправильно научным взглядом. Взгляд должен быть не на футболиста, а на футбольные клубы, которые представляют собой крупные капиталистические предприятия, имеющие соответствующие там стадионы, соответствующие базы и так далее. Вот вы посчитайте, скажем, у нас есть стадион, сейчас новенький в Санкт-Петербурге, нам 66 тысяч мест. 66 тысяч мест, представьте себе, вот завтра будет, значит, такой футбольный матч, что все места будут заполнены. Ну и в среднем по 5 тысяч. Но вы знаете, что когда был чемпионат, где-то было 5, а где-то 20, а где-то 40. Ну, будем даже по 5. 5 на 66 тысяч, еще на 5 тысяч умножить. Сколько будет? Много. 330 миллионов. 330 миллионов за один вечер. Значит, а что такие футболисты с точки зрения этих коммерсантов от спорта? Это те люди, которые должны пригнать вот этих людей, баранов, с их точки зрения, которых надо постричь, которые купят билеты на этот стадион. Ну, так раз они столько баранов приведут, значит, можно им и заплатить несколько миллионов. Поэтому им очень мало платят по сравнению с тем, сколько получают их хозяевы. И впрямую говорят, мы продаем футболистов, меняем футболистов. Это рабы вот этих самых. Вот они так же и рассуждают. Они нам платят меньше, но больше, чем профессиональные. А они, поскольку они являются рабами этих хозяев, то они так и рассуждают. Они на положении рабов. Поэтому завидовать, скажем, если раб богатый. Вы завидуете богатым рабам? Я не завидую богатому. Я лучше буду бедным, но не рабом. Ну, где взять вот людей, которые предпочтут свободу. Есть люди и такие, и такие. Надо сначала сделать государство правильное. И при правильном государстве эти люди тоже будут все лучше и лучше жить. При социализме все люди, всех профессий все лучше. Жили по мере. Ну, цены снижались для всех. Общественные фонды росли. И потребление росло у всех. И медицина, и образование. Жилье давали бесплатное всем. И я, наверное, замечу, и вы, наверное, знаете, что некоторым выдающимся деятелям науки, культуры и искусства жилье уделялось и вне очереди поддерживало их государство. Рабочих реже их поддерживали. Ну, там не только их поддерживали. Например, у Сергея Павловича Королева была такая зарплата, что полгорода Королева на его зарплату построили. Ну, да, но, так сказать, вы понимаете, что... Поэтому вы спрашиваете, а как быть при социализме? При социализме поддерживать то, что дает для общества большой результат. И тех, кто на самом деле, не покладая рук, работает и дает большой очень вклад в общественный пирог. Вот их и поддерживают. Ну, а остальных, так сказать, сдерживать от погони только за каким-то рублем. Сдерживать надо, потому что само вот это снижение цен означало, что зарплата не должна быть главным направлением повышения благосостояния. Главное направление роста благосостояния, увеличение затраты из общественных фондов раз, и снижение цен. А снижать цены на что? Вот взяли и снизили цены, допустим, на что-нибудь, то, что мало производится еще, допустим, на мясо и молоко. К чему это приведет? К очередям, к дефицитам. А при социализме снижали цены на что? Ну, чего сделали больше? Мы сделали больше посуды. На что надо снизить цену? На посуду. А если просто зарплату поднять, спрос вырастет на все, и будет перекос. И тут будет, значит, избыток, а тут недостаток. Поэтому совершенно другая система была и организация экономики, которая поддерживала как раз, ну, всех людей, людей умственного труда в такой же мере. А и даже в некоторых отдельных, так сказать, лиц, как вы уже и говорили, в чрезвычайной мере поддерживала. Но это требовало и чрезвычайных обстоятельств, и чрезвычайной работы. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо. Спасибо.